Грудь распахнута, шапка на затылке, щеки красные, вся шея мокрая. Наверное, прошлогодний скрипичный ключ единственный из конкурсов, в которых участвовал Никита Киселёв, где он читал прозу. Впрочем, юный артист выступал в двух ипостасях. Вторая – ксилофон. Теперь в шкафу у домашней прихожей немало трофеев самых различных конкурсов и фестивалей. А сам Никита накопил опыт концертных выступлений. Кубок я получил вчера на конкурсе в Чехове. На конкурсе я играл с новым аккомпаниатором, с которым у нас было мало репетиций. И в одном из произведений она не успевала. И в итоге она остановилась на середине произведения. Ясно. То есть ты играл один? Я играл, получается, один в эту середину. Я потом подхватила. Но все равно оценили. Да. Ясно. В принципе, ошибка-то была не твоя, а аккомпаниатор. Но не всегда здесь стояли кубки и дипломы. Поначалу были мысли бросить учебу. Но это уже прошло. А кроме ксилофона, начал потихоньку выступать в конкурсах и на ударной установке. У меня начало получаться. То есть неожиданно с прошлого года начала развиваться техника. Я передумала бросать этот инструмент. И так в основном все это от ксилофона. А от ударов там только несколько дипломов. Вообще, именно с увлечения барабанами все и началось. Семье Киселевых повезло с соседями. Найден определенный компромисс и по времени занятий, и по уровню шума. Мы готовились к очередному конкурсу. И ребенку нужна была партия на барабане малом. Его тише не сделаешь. И он начал репетировать. И все ничего, но я услышала, что что-то упало у нас на балконе. Цветочный горшок от вибрации упал. И после этого звонок в дверь. Стоит с соседкой и говорит, Алена, а что у вас там такое? Вы так громко играете. Я говорю, ой, извините. Я говорю, мы не думали, что вас так слышно. Ну вот с этих пор, короче, мы теперь накрываем барабан полотенцем. Выступления в Москве, Петербурге и других российских городах. Сотрудничество с музыкальными фондами, конкурсами и фестивалями. Повышать исполнительское мастерство, по сути, приходится во время выступлений. Я пытаюсь держаться от личников в общей образовательной школе. И это очень сложно, когда накануне он задает очень много уроков сейчас. И часто я не успеваю на должностном физически заниматься. У Никиты музыкальная семья. Папа играет на гитаре, мама на фортепиано. Они помогают не только словом, но и делом. И победы, которые одерживаются на многочисленных музыкальных турнирах, бесспорно, победы семьи. Колоссальное количество времени я на это трачу. Я эти конкурсы мониторю. Теперь нам предложение поступает, я обрабатываю, я должна в интернете все узнать. Папа помогает инструменты там настраивать, по росту ему подкручивать, вывозить. Родители продвигают меня во всех конкурсах. То есть неотъемная часть моей деятельности родители. Также они меня сподвигают заниматься. То есть они меня заставляют? Угу. То есть сам бы где-нибудь ленился, наверное, да? Угу. И Никита упорно продолжает заниматься. Он обещает, что найдет в своем плотном графике время, чтобы принять участие во втором телевизионном конкурсе «Скрипичный ключ». Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ. «Скрипичный ключ» capita. Продолжение следует...